Организация «Русь сидящая», которая занимается защитой прав заключенных, обратилась в ООН после бунта в колонии в Ангарске и Иркутской области. Правозащитники написали двум специальным докладчикам Организации Объединенных Наций по внесудебным казням и попыткам. Они просят ООН призвать таким образом российские власти расследовать смерти двоих заключенных и факты применения силы в колонии при подавлении бунта, который произошел в минувший четверг. Бунт начался после того, как один из заключенных обвинил сотрудников СИН в избиении. Некоторые заключенные в знак протеста вскрыли вены. Многие записали видеообращения, в которых жаловались на постоянные издевательства и пытки. На территорию колонии ввели спецназ. Родственники заключенных говорят, что силовики забросали территорию дымовыми шашками, начался сильный пожар. Иркутское управление СИН обвинило в поджоге заключенных. Правозащитники говорят, что ситуация нарушения прав человека и прав заключенных в этой колонии продолжается. На прямой связи сейчас со студией Ольга Романова, руководителя организации «Русь сидящий». Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Регит. Вот по вашим данным, какая сейчас ситуация в колонии? На сегодняшний день нам неизвестна судьба 64-х человек. Неизвестно, где они, неизвестно ни родственникам, ни адвокатам. Родственникам сейчас не сообщают о местонахождении этих людей. Адвокаты не допускаются в колонию. При этом, надо сказать, что появившаяся информация о том, что один из погибших осужденных 89-го года рождения. То есть все родственники мужчин 89-го года рождения сейчас, конечно, находятся в очень тяжелом состоянии. И раз ФСИН знает дату рождения, конечно, знает имя человека, о чем не сообщает. Про второго погибшего неизвестно и вовсе ничего. УФСИН достаточно цинично предлагает родственникам писать письма с приложениями всех документов о родственной связи и ждать ответа в течение 30 дней. Что, конечно, выглядит крайне цинично. Ольга, а какие полномочия есть у специальных докладчиков ООН? Могут ли они вообще реально повлиять на российские власти? Мы знаем, что ситуация «вода точит камень» происходит с комитетом ООН и спецпредставителем попыткам. Потому что в любом случае информация, которая поступает в ООН, накапливается там. И России так или иначе приходится отвечать по большим докладам, где обвинены все случаи и пыток, и вне судебных преследований, пока Россия остается членом ООН и, естественно, не собирается оттуда выходить. Ей придется отчитываться. И как-то это объясняет? Ольга, означает ли вот это обращение, что, по сути, действующая система общественных наблюдателей в тюрьмах в России не в состоянии добиться справедливости для заключенных? К сожалению, система ООН, общественных наблюдателей, она выхолощена за последние пять лет. И вот, например, мы наблюдали вчера и сегодня сообщение из Иркутской ООН, как Иркутская ООН переживает, и это реальная цитата, по поводу разгромленного Розария в ИК-15. И стало известно, опубликованы переговоры в момент пожара. Один из заключенных дозвонился до председателя Иркутского ООН, записал разговоры, передал нам. И председатель Иркутского ООН в самый тяжелый момент, когда его просили о помощи, спросил, откуда у вас телефон. Это было все. А надежда на совет по правам человека есть? Я думаю, что при сегодняшнем раскладе надежды на совет по правам человека нет. Но в любом случае то, что произошло в Ангарске, это преступление. А я думаю, что мы можем говорить еще и помимо особой жестокости подавления бунта, при всем при том, что многие заключенные были склонны к переговорам, и до бунта и в момент говорили о том, что мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим поговорить о том, что здесь происходит. И жестокость подавления. И сами причины бунта, конечно, причины бунта были спровоцированы сотрудниками ВСИН, потому что сейчас стало известно о том, что новоиспеченный глава Иркутского ГУВСИН, недавно переведенный из другой области оперуполномоченный, собственно, все услышание на плацу ВК-15 Ангарска перед бунтом сказал, что все, так сказать, несогласные будут изнасилованы. Кошмар какой. Ольга, спасибо вам большое. Это была руководитель организации «Русь сидящая» Ольга Романова.